Сейчас у нас следующий докладчик, спикер Павел Баранчиков, это Digital Agenst IPG. И Павел нам расскажет, как современные технологии помогают автоматизировать работу отделов продаж и маркетинга. Вам слово. Добрый день, дамы и господа. Честно говоря, первый раз выступаю в Петличке. Очень интересный опыт. А скажите, таймер сбросите, а то у меня 22 минуты осталось. Да, таймер сейчас сбросится. У нас есть волшебный человек, который это делает. Отлично. А желательно до 30 минут, если это возможно. Дело в том, что доклад у меня достаточно обширный, и говорить я буду достаточно быстро. Поэтому, если останутся вопросы, постараюсь ответить на них в конце, ну или мы будем находиться здесь еще и после доклада. Сергей сделал очень классную подводочку к моему докладу. Я буду говорить про автоматизацию. То есть действительно мы понимаем, что роботы уже здесь, да, они среди нас. Это уже свершившийся факт. И вопрос стоит только так, кто факт быстрее этот примет, подстроится под него и будет внедрять роботов в свою CRM, в свой маркетинг, в свои продажи. Именно эти компании, именно эти люди и будут занимать пьедесталы в своей сфере спустя ближайшие 3-5 лет. Соответственно, о чем будем говорить? Будем говорить про инструменты, с помощью которых можно автоматизировать маркетинг и с помощью которых можно автоматизировать продажи. Конкретнее, что автоматизация нам дает? Во-первых, она может увеличить конверсию в продаже, увеличить средний чек. Автоматизация может помочь нам совершать больше повторных продаж, больше кросс-продаж. Она может помочь нам делать правильные выводы о окупаемости инвестиций в рекламу. И помогает собрать вообще все маркетинговые ресурсы внутри одной системы, внутри одного ядра. Прежде чем начать, я бы хотел сказать, что я буду рассказывать, все-таки мы здесь собрались по поводу продукта Bitrix24, поэтому я буду рассказывать все на примере Bitrix24. Как вы знаете, это целый комплекс инструментов для бизнеса. Говорить мы будем только про один инструмент — CRM. И про то, как с помощью этого инструмента можно автоматизировать наши отделы рекламы и маркетинга. У нас аудитория уже немножко так наполнилась, поменялась, поэтому я еще раз задам вопрос, который задавал Сергей. Скажите, кто уже использует CRM, любую, в своей компании? Отлично. Уже вот больше 50%. Это очень радует. А кто Bitrix24 использует? Здорово. 80% из тех, кто в принципе использует CRM-систему. Поэтому я не буду останавливаться на стандартных вещах, которые вы все и так знаете. О том, зачем вообще нужна CRM-система и какие классические функции она выполняет. То есть понятное дело, что это в первую очередь хранение и сегментация базы наших клиентов. Второй момент — это накапливание взаимодействия с нашими клиентами. Это отчетность, это воронка, это интеграция телефонии и так далее. Остановиться я бы хотел на вещах, которые есть в Bitrix24, но зачастую их сложно встретить в других CRM-системах. Это как раз те инструменты, с помощью которых можно очень многое в компании автоматизировать. Я разделил их на две части. Первая — для маркетинга. Пока просто перечислим, потом поподробнее о каждом поговорим. Это возможность сегментирования динамически статичной сегменты, имейл-рассылки, смс-рассылки, голосовое уведомление, рассылка в мессенджеры, соцсети, запуск таргетированной рекламы CRM-системы и возможность настройки сквозной аналитики. Что касается продаж, это роботы-триггеры для продаж, бизнес-процессы для продаж. И также я включил автоформирование документов, которое, кстати, скоро выйдет в CRM, и сейчас для этого есть модуль в маркетплейсе, и чат-боты. Итак, начнем с автоматизации продаж. Понятное дело, что самое ценное, что у нас есть в CRM, это наша база клиентов. И с ней надо уметь правильно обращаться. Скажу честно, буквально пару лет назад мы, имея эту базу, делали имейл-рассылки достаточно глупо. То есть у нас есть база лояльных клиентов, которые обращались к нам, но ничего не покупали. И мы, если хотели разослать какую-то новость, пригласить на мероприятие, мы брали и по всем рассылали. И надо сказать, что процент отписок от нас, и нажимали, что это спам, был очень большой, то есть в районе 8%. Когда мы начали сегментировать аудиторию, все-таки рассылать, делать те же самые рассылки более адресно, то есть если вы интересуетесь продуктом BITREX24, то мы вам будем высылать какие-то новости, приглашать на вебинары именно по BITREX24. И также по другим продуктам. Мы снизили этот коэффициент до полутора процентов. Ну, собственно, я к чему это все? Что очень важно сегментировать нашу аудиторию. В BITREX есть понятие динамические и статичные сегменты. Динамический – это сегмент, в котором сегодня вы как клиент есть, а завтра вас уже там нет. Ну, например, наш клиент «Девять островов» делает имейл-рассылку по своим клиентам, а они производством тортов занимаются. У кого день рождения в ближайшие 25 дней. То есть сегодня я вхожу в этот сегмент, а завтра я уже не вхожу. Значит, сегмент динамический, он постоянно меняется. А статические сегменты – это, например, все клиенты, которые обращались в нашу компанию с 1 по 28 февраля. Все, этот сегмент никогда не изменится, он статичный. Ну и есть свои сегменты преднастроенные. Что мы можем делать с этими сегментами в CRM? Мы можем отправлять им какие-то письма, можем отправлять им смс-ки, можем отправлять голосовые сообщения. Но об этом поговорим попозже. Что еще мы можем делать с сегментами? Интересный очень момент, о котором не все знают, но это прям очень мощный инструмент, который бьет точно в цель – это реклама, которую можно запускать непосредственно из CRM-системы. То есть сейчас мы пользуемся различными рекламными каналами, но, как правило, мы берем вот эти вот сегменты из CRM, загружаем в рекламные кабинеты Facebook, ВКонтакте, Инстаграма. В Битриксе можно это делать все, не выходя из одного окна. То есть у вас уже созданы определенные аудитории, определенные рекламные кабинеты, и вы можете управлять ими и загружать туда нужные адреса, и добавлять туда нужные динамические сегменты прямо из Битрикса. Это значит, что клиент будет видеть вашу рекламу только тогда, когда она ему нужна. Но опять же, торты, да, и с первого, ну там, если до дня рождения осталось 25 дней. Все, я вижу рекламу только тогда, когда я являюсь потенциальным клиентом. День рождения прошел, все, я рекламу не вижу, а вы не тратите деньги на меня. Соответственно, рекламу можно запускать, повторюсь, да, в Facebook, Instagram, ВКонтакте, Яндекс.Аудитория, ну то есть это Яндекс.РСЯ и Google, контекстно-медийная сеть Гугла. То есть, в принципе, вы можете своего клиента догнать практически везде и показать ему нужное вам сообщение. Настраивается это все элементарно. То есть вы выбираете, в какой социальной сети, какой вид рекламы, авторизуетесь, выбираете рекламный кабинет, выбираете аудиторию, в которую будет загружаться этот сегмент, настраиваете само объявление, и все, в общем-то, реклама запущена. Каким еще способом мы можем воздействовать на сегменты? Это email-рассылки. По сути, это альтернатива MailChimp или Unisender, но она уже встроена в CRM-систему, и на нее не надо тратить дополнительные деньги. Это на самом деле вообще здорово и классно, потому что раньше приходилось делать какие-то интеграции с Unisender, интеграции с MailChimp, опять же, эту базу туда-сюда грузить, через бизнес-процессы сложно нужные сегменты врывать. Сейчас это все внутри одного окна. И, как вы понимаете, это современный, очень важный инструмент, которым пользуются практически все. Пока я говорил, тут проигралось небольшое видео, на нем вы могли увидеть, что все рассылки адаптивны, есть уже набор шаблонов, то есть вам не надо даже обращаться к дизайнеру, вы можете выбрать нужный шаблон, вставить в него картинки, текст. Он будет отображаться на смартфоне адаптивно, на десктопе, соответственно, в полный размер. И пользоваться им сможете без привлечения каких-то внешних специалистов или маркетологов. Также важно отметить, что Bittrex разработал целую инфраструктуру для того, чтобы письма доходили до адресатов. То есть это на самом деле все не так просто, чтобы письма не попали в спам по дороге, особенно когда вы работаете с большими базами. Есть сбор статистики, достаточно хороший модуль статистики. Есть автоматизированная система защиты от спама. И, конечно, от вашей рассылки можно отписаться без проблем. Вот так выглядит модуль статистики. То есть мы видим количество прочтений, целевых действий, уровень эффективности, как совокупность всех факторов, карта кликов, время прочтения, процент отписок. В принципе все то же самое есть в смс-рассылках. Единственное, что они настраиваются все из CRM-системы, но вам надо подключить специальный модуль, который вы выбираете из маркетплейса. То есть с каким партнером вы будете работать, кому вы будете за сами смски платить деньги. Ну и точно так же выбираете сегмент, пишете сообщение, настраиваете в какое время, когда или по каким триггерам будет настраиваться и отправляться смс-рассылка, и она уходит. Также очень интересный… А, ну про смс-рассылку хотел еще небольшой кейс рассказать, что вот мы, допустим, пользуемся смс-рассылкой, когда мы готовим какие-то мероприятия. И вот аудитория у нас уже есть, ну условно там 100 человек. Мы знаем, что явка будет 50 человек. И чтобы явка была больше, мы отправляем смс-рассылку вечером перед мероприятием. И это стабильно дает нам плюс 5% людей, которые приходят на мероприятия. То есть они просто забыли, мы им об этом напоминаем. Голосовое информирование – сравнительно новый способ коммуникации с клиентами, мы можем записать какое-то MP3-сообщение или написать его, набрать его на клавиатуре. Робот его прочитает сам мужским, женским голосом, язык, все это настраивается. Соответственно, вы можете также настроить расписание отправки. И что немаловажно, вы увидите на выходе в отчете статус дозвона и тех людей, и их процент, которые дослушали до конца ваше сообщение. То есть вы будете понимать эффективность этого канала. Вот наш клиент, допустим, пользуется голосовым информированием также для проведения вебинаров. И тут очень интересный момент, что он достаточно известный спикер. И представьте, да, вот вы записались на его вебинар, вся Россия идет на его вебинар, а он вам сам вечером звонит и своим голосом говорит, собственно, там, «Привет, ты записан, ты там, пожалуйста, не проспи завтра, я тебя буду ждать». Это классно работает на самом деле и также повышает процент явки. Ну и еще один способ коммуникации с клиентом автоматизированный – это сообщения в мессенджеры. Тут важно отметить, что да, мы можем отправлять сообщения абсолютно практически во все менеджеры, у которых есть открытые API, но на ту базу, которая к нам как-то обращалась через открытые линии. То есть вкратце Сергей уже затронул момент открытых линий, дальше там коллеги еще будут рассказывать. То есть это инструмент, который позволяет написать в компанию через любой чат или социальную сеть. И вот если эти обращения в компанию были и в базе они зафиксированы, то мы можем и обратно сообщения тоже слать. И выглядит это вот таким образом. То есть во Вконтакте это придет вам как личное сообщение. А отправить вы его можете по всей базе прямо из CRM-системы. Еще одна очень важная вещь, которую вы можете подключить – это сквозная аналитика. Здесь хотелось бы задать вопрос. Всем ли знаком термин сквозная аналитика? Кому он знаком? Ага, очень мало людей, да, то есть знают сквозную аналитику. Давайте тогда немножко поясню. То есть обычно рисуют вот такой айсберг, и сверху вот где кораблик – это то, что видит обычный классический предприниматель, который использует там условно контекстную рекламу, SEO, таргетированную рекламу и Яндекс.Метрику, к примеру, или Google Аналитику. То есть он видит некие общие показатели эффективности рекламной кампании, такие как стоимость клика, CTR, стоимость конверсии, количество конверсий. Но он не может оценить финансовую эффективность вложений в рекламу. То есть он не может оценить окупаемость инвестиций в рекламу, так называемые ROI. И еще огромное количество показателей, которые находятся под линией воды на данном изображении. Чего не хватает, да, классической аналитики? Ей не хватает данных из CRM. То есть классическая аналитика доводит клиента только до процесса конверсии, то есть совершения звонка или заказа. А что с ним будет дальше, никто не отслеживает. И вот когда у вас появляется CRM-система, у вас появляется возможность следить, а что же с ним произошло дальше. И оценивать эффективность рекламных каналов не только с точки зрения совершил-не совершил конверсию, с точки зрения, сколько он принес, сколько повторных заказов он совершил, и считать то самое LTV, о котором мы говорили. Такая вот простая схема о том, как работает сквозная аналитика. Ну, давайте я вкратце, наверное, покажу. То есть вот есть у нас какой-то бюджет, есть рекламные каналы, на которые мы его тратим, есть трафик, который этот бюджет приводит, он попадает на сайт, и на сайте люди совершают там звонки, пишут письма, заказы в интернет-магазине, формы обратной связи. И все это уходит в специализированный продукт, который необходим для настройки сквозной аналитики. Есть разные продукты, да, но вот мы используем Roystat. Важно отметить, что сегодня Сергей Рыжиков презентовал, что сквозная аналитика в Bittrex скоро будет встроена, она там появится, и этот продукт будет не нужен. Соответственно, Roystat собирает все данные о входящих заявках, и он знает канал привлечения. Дальше он это все передает в CRM. В CRM мы, как обычно, обрабатываем, ведем по воронке нашего клиента, и на выходе в Roystat отправляется данные, что же с этим клиентом стало. Таким образом, Roystat знает, откуда он пришел, знает, сколько раз он до этого приходил, всю его историю, и в то же время ему из CRM приходят финансовые данные. И дает нам огромный потенциал для аналитики. И мы можем делать очень-очень интересные выводы. Ну, в качестве примеров, наверное, расскажу. Вот компания Ventrauf, наша екатеринбургская компания, работает на всю Россию, занимается производством и продажей дымоходов. Мы занимались сопровождением контекстной рекламы для них, и руководство было не уверено, ну, вот насколько это эффективно, бюджет достаточно большие уходили, мы предложили настроить сквозную аналитику, настроили и, в общем-то, показали, да, что семизначные цифры, которые есть в выручке, посчитали прибыль, поняли, что все окупается в разы, ну, и клиент решил увеличить бюджет. Но благодаря сквозной аналитике мы начали этот бюджет еще и эффективнее тратить, потому что поверхностные показатели мы видели, что вроде как бы все хорошо, да, но когда копнули, поняли, что есть такие ситуации, когда много конверсий, а продаж нет. Ну, вот, допустим, у них был регион, в который они хотели прокачать, да, новый, и там активно дали рекламу. Оттуда было много конверсий, а продаж не было. Начали копать в CRM, то есть что было дальше? Вот, собственно, был звонок, начали слушать звонки. И оказалось, что менеджер, на которого переводили эти звонки, был не в курсе, что в этот регион они вообще осуществляют поставку, и он просто всех отфутболивал. При этом руководитель этого вообще не знал, а руководитель отдела продаж, ну, забыл ему об этом сказать. То есть, ну, не сработали отделы. А бывает так, что, допустим, на нашем сайте есть какая-то акция, про которую не знает отдел продаж, да, потому что звонки будут, а продаж не будет. Или, наоборот, забыли снять акцию, а отдел продаж уже всем говорит, что ее нет. Опять же, на рекламу деньги потратили, конверсии есть, продаж нет. И вот эти все моменты, они вскрываются на сквозной аналитике. Есть еще у нас такой кейс, как клиент Девять островов, я про него уже говорил, они благодаря сквозной аналитике им удалось заметно поднять конверсию в продажи. Поскольку они знали, какие офферы и ключевые слова в рекламных компаниях приносят продажи, а какие приносят только заказы и вопросы, которые им не нужны. И они просто перестали тратить деньги на те, собственно, ключевые слова и те офферы, которые не приносят конкретные деньги, и стали расширять рекламные кампании, рекламные объявления, поднимать на спецразмещение и так далее. И, соответственно, это повысило конверсию, в том числе, в продажи. Или Клевер Парк, тоже наш клиент, застройщик. У них интересный кейс стоит точки зрения, что они используют оффлайн-каналы. То есть это билборды, радио, телевидение. И замеряют через сквозную аналитику эффективность не только в плане заявок, но и в плане продаж с этих каналов. Но будем двигаться дальше, поскольку времени у нас ограниченное количество. Автоматизация продаж. Bittrex устроен так, что надо один раз при внедрении CRM-системы сесть, изучить ваши бизнес-процессы, нарисовать какую-то карту и подумать, что, где и как можно автоматизировать. После этого ваших сотрудников отдела продаж Bittrex будет за ручку вести и подсказывать, что им надо сделать следующим шагом. Соответственно, он будет подсказывать, он будет сам отправлять письма, планировать им дела, слать напоминания о руководству и так далее. То есть ключевой момент, который отличает Bittrex от других CRM, что не нужно учиться работать с CRM. Привыкаешь к интерфейсу достаточно быстро, а нужно просто следить за счетчиками, задачами, уведомлениями и просто делать то, что тебе говорит CRM-система. Собственно, в Bittrex есть два ключевых момента для настройки автоматизации продаж. Это роботы и триггеры. В этом видео мы видим, как настраиваются и триггеры, и роботы. То есть это делается через карточку леда или карточку сделки в разделе автоматизации. Мы просто выбираем готовые сценарии автоматизации и условия, при которых должны они срабатывать. Давайте посмотрим, какие вообще есть роботы в CRM. Есть так называемые роботы для сотрудника. Что они делают? Они помогают запланировать какое-то дело, то есть это звонок, встреча, задача автоматизировано. Отправить какое-то уведомление, создать сделку, лид, изменить поле, сменить ответственного или проконтролировать сверху. Здесь, наверное, тоже приведу небольшой кейс. Делали автоматизацию в крупнейшем СРО в Свердловской области. И у них все основано на повторных продажах. То есть у них есть условно тысяча клиентов, строителей, и эта база очень редко пополняется. То есть им не надо привлекать новых, им надо автоматизировать работу с текущими. И мы, соответственно, сделали, чтобы сделки каждый квартал создавались заново, счета выставлялись автоматически, и все это настроено с помощью роботов. Причем любопытно то, что сумма в счете зависит от ряда параметров в сделке. Ну, допустим, там есть такой параметр, как компенсационный фонд. И вот в зависимости от того, какой компенсационный фонд, выставляется автоматизированная сумма в счете. Сам счет отправляется клиенту. Дальше система сама следит за оплатой. И если оплата не приходит, то там дальше настроен определенный алгоритм бизнес-процесса. Следующий тип роботов, мы их уже, кстати, с вами смотрели, только со стороны маркетинга, это роботы для связи с клиентом. То есть мы можем отправлять письма, смс-ки, информационные звонки делать или писать клиенту в чат. Здесь вот приведу интересный очень кейс. Тоже делали для торгующей крупной организации, базальт. У них огромная дебиторка. И вот они прямо не могли побороть эту проблему, потому что приходилось вместо того, чтобы продавать, постоянно звонить и напоминать клиентам о плате счетов. Соответственно, что мы сделали? Когда счет на постоплату за уже поставленную продукцию не оплачен в течение одной недели, мы отправляли автоматизированно имейл клиенту, где очень вежливо напоминали ему об оплате. Спустя две недели мы его уже беспокоили по имейлу и по смс, но чуть более назойливо. Через три недели мы отправляли ему имейл, смс и автоинформационный звонок, в котором высылали уже предупреждение, что у вас сильная задержка, и мы вынуждены будем обратиться в суд. И через месяц Bitrix24 автоматически формировал претензию, документ, и отправлял ее на почту клиенту. Плюс информировал по всем каналам о том, что вам отправлена претензия, пожалуйста, отреагируйте, у вас есть 30 дней. Результат. Через полгода мы созвонились с клиентами, посмотрели, какая была дебиторка тогда, какая сейчас, сократилась на 25%. У них это огромные суммы. Причем они ничего при этом не делали. То есть система делала это все автоматизированно, у них только снизилась нагрузка. И есть такая штука, как триггеры. Что такое триггеры? Триггеры – это действия, которые делает клиент, их фиксирует CRM-система и двигает клиента дальше по сделке, и запускает какую-то следующую автоматизацию. Это могут быть входящие письма, звонки, заполненные формы, оплата счета или даже какие-то вебхуки, которые вы напишите сами. Здесь можно рассказать в целом два комплексных кейса по автоматизации. Компания 2Dance. Мы настроили автоматизированные роботы для приема и распределения заявок с двух разных сайтов на разные регионы. То есть система отслеживала, какая CRM-форма была заполнена на сайте, и в зависимости от этого назначала своих ответственных в нужном регионе, и они уже дальше обрабатывали эти звонки. На Девяти Островах тоже есть очень интересный кейс. Напомню, производство тортов. В зависимости от этапа сделки клиенту приходят уведомления о состоянии заказа. То есть, казалось бы, тоже стандартная вещь для любого интернет-магазина. То есть, допустим, ваш заказ перешел в производство, ваш заказ готов, ваш заказ находится в пункте выдачи. Но мы пошли немножко дальше. После того, как клиент получал заказ, мы ему отправляли письмо о том, что мы благодарим вас, ждем вас еще, и, пожалуйста, заполните небольшую форму. И тем самым мы отслеживали NPS, то есть это индекс удовлетворенности клиента. Клиент заполнял эту форму, и, собственно, мы накапливали эти данные, спроектировали специальный интерфейс, где клиент наш, Девять Островов, отслеживает, чем клиенты недовольны, и вообще степень удовлетворенности своих клиентов. И у меня остается буквально уже одна минута, поэтому я быстро расскажу еще про два инструмента для автоматизации. Это конструктор документов. Сейчас, опять же, он появится в B324. Ранее его не было, и мы использовали специальный модуль из Marketplace. Но инструмент этот очень мощный и снимает кучу дублирующихся, повторяющихся действий, которые мы делаем каждый день. Это различные договора, счета, заявки, коммерческие предложения и так далее. То есть очень многое можно автоматизировать. И немаловажно, что автоматизацию эту можно встроить в бизнес-процесс, что на определенном этапе сделки система сама формирует документ на основе данных, которые у нас заполнены в контактах, компаниях, сделках, лидах. Любые поля она совмещает в единый документ, и, соответственно, его может автоматически отправить клиенту. И еще в завершении расскажу про такой инструмент, как чат-боты. Как мы его используем для автоматизации. То есть в нашей компании мы сделали чат-бота, к примеру, который напоминает каждый день сотрудникам о неоплаченных счетах. Соответственно, у нас нет такой жесткой дебиторки, но у нас есть вот такой чат-бот. И каждое утро у нас сотрудники отдела продаж и сотрудники отдела сопровождения видят, какие у них висяки, и, собственно, звонят клиентам. Тоже это нам достаточно серьезно помогло в плане скорости оплаты от клиентов. И есть у нас такой чат-бот, называется Pendel, который напоминает сотрудникам о том, что им надо делать всякие отчеты, когда им надо делать и так далее. С этим тоже была большая проблема, но благодаря вот такому настойчивому чат-боту сейчас все сдается вовремя. Но поскольку времени больше нет, я часть слайдов вынужден пропустить. И, наверное, перейду к завершающему слайду. Собственно, что же вся эта автоматизация, о которой я рассказывал, дает для вас как для компании, как для бизнеса? Во-первых, она повышает конверсию в первые продажи. Во-вторых, вы получаете больше повторных продаж, вы получаете больше кросс-продаж, вы повышаете, точнее, улучшаете клиентский сервис. Хотя вы с клиентом взаимодействовали, как раньше, но ему приходят постоянные письма, смс-ки, голосовые вызовы, реклама его повсюду, ваше преследование. То есть он чувствует, что о нем помнят. Это снижение трудозатрата дела продаж, рост объема продаж и, что немаловажно, снижение человеческого фактора. У меня все. Если есть время, я готов ответить на вопросы. Раз, раз, раз. Если у вас есть вопрос, у нас есть время на один хороший вопрос. Давайте, я к вам подойду с микрофоном. Будьте любезны, подскажите, как Битрикса Филу превратится в битриксолога, будучи предпринимателем? Поскольку привлечение партнеров от Битрикса не всегда позволяет сделать ситуацию управляемой и понимать, что на самом деле происходит. Вы как партнер Битрикса меня понимаете? Ну, нет, я вас не понимаю. Обращайтесь к нам, и вы сделаете себя из битрикса Фила, битриксолога. С удовольствием вас обучим и ответим на все вопросы. Сколько стоит? 2000 рублей в час. Сколько часов можно? Для того, чтобы внедрить CRM-систему? Да. Это очень такой индивидуальный вопрос. Сколько? Хорошо. Средняя температура по больнице. Это как раз ситуация с партнером Битрикса. Нельзя определить, что у нас чека. Это печально. Можно провести встречу, собственно, брифинг, и после этого мы дадим вам четкую цену. Разбег цен на внедрение Битрикса, ну, условно, там, от 30 до бесконечности, от 30 тысяч рублей до бесконечности. Я вам предлагаю взять визитку Павла. Да, конечно, с удовольствием встречи. Когда он спустится сцена и назначит встречу. Спасибо большое, Павел.